Но это не пикник, это ханами. Спасибо, я увидел все. И мне стоило так далеко поехать, что вы шокирует мексиканца. Это было очень смешно, потому что я не ожидал. И все это очень дружно. Супер-супер дружно. Ему было удобно, так что круто. Hola, мои дорогие amigos. Надеюсь, что у вас все хорошо. Наше путешествие по Японии продолжается. В прошлом выпуске была Киото, а сегодня Кобе и Химеджи. Я, конечно, хочу посвящать это видео Наташе Коке. Спасибо большое. Я был безумно рад, наконец-то, с вами увидеться вживую. У нас, кстати, Коке был эфир, который мы записывали онлайн. И сейчас, наконец-то, вот вживую. И я вас очень люблю, ребята. Спасибо большое. Я, кстати, хотел поделиться, что, когда я начинал учить русский язык, никогда не подумал, что у меня будет столько друзей. Я реально чувствую, что русский язык объединяет людям. В том числе я сейчас общаюсь с вами на русском. И когда я поехал в Японию, я общаюсь с японцем на русском, который для нас русский язык не носитель. Поэтому это прекрасно. Я, как учитель испанского, всегда говорю, что языки – это как мосты, да? Но это как инструмент общения. И я безумно благодарен, что я знаю русский язык и мне дает возможность сегодня быть с вами и познакомиться с прекрасными людьми, как Коке и Наташа. Я вас очень люблю. То есть это здесь пиво, да? Это все пиво. Асахи в основном? Асахи Кирин. Нет, Асахи есть. Это коктейльчики. Уже можно. А круглосуточно работает? Круглосуточно работает. Да. Я не покупаю на таком автомате. Я всегда пью в баре, поэтому я не покупаю на таком автомате. Но раньше была здесь такая штука. Это не работает сейчас, да? Сейчас не работает. Туда прикладываешь свои водительские права и после этого можно покупать напитки, потому что водительские права можно сдать после 18 лет. Ну и, мои дорогие амигосы, в этом выпуске не будет глубокая история о Кове. Я, наоборот, хочу поделиться, как живется там, как мы гуляли с друзьями и мои впечатления. Субтитры создавал DimaTorzok А в Японии есть очень интересное слово ханами. И это значит хана, цветок и ми, смотреть. Смотреть на цветы. Субтитры создавал DimaTorzok И мне стоило так далеко поехать, что и шокировать мексиканца. Я с этим Коки спасибо. Я увидел все. Как можно есть начис? Конечно, я был в шоке, когда вижу, как Коки с палочками начинает начис есть. Это просто не знаю, как... Мое сердце просто так становилось с такими вот... Ему было удобно, так что круто. И это происходит, когда есть цветение сакура. Понятно, что вовсюду все это крас, росово-велое, много цвет, и люди прям делают пикник. Но это не пикник, это ханами, потому что они именно делают под дерево сакура. И очень красиво, когда ты сидишь, и еще вот эти лепестки летают, падают. Это вообще очень красиво. И везде вовсю все постели, вот это синие пластиковые огромные постели, хотя бывают какие-то модные постельки. И вы знаете, иметь такой пикник и за тобой огромный такой японский замок, это вообще... До сих пор не верю, что это было реально, что я сижу и так. Реально. Красиво очень. Красиво очень. Для меня, во-первых, очень сильно удивилось, что в Кобе есть какие-то кварталы, которые прям как европейские. То есть прям чувствуется, что какая-то колония была европейская. Такие вот красивые дома. Но у меня было одно разочарование, что самый как знаменитый знак Кобе, вот это важно, она была перекрыта. Поэтому так получилось. И еще один из достопримечательностей. И это такой супер красивый сад. Прямо в японском стиле. Вот их налоги. Ну и представьте, если речь идет о Наташи Коке, значит должно быть вкусная еда. Да, и действительно там в Японии очень вкусная еда. И мне удалось с ними сходить на их любимые места. Во-первых, знаем, что Кобе очень известны от мяса. Также есть такое понятие, как Коби-биф. Там реально очень вкусное мясо. Может, самое вкусное всего Япония и одна из лучших в мире. Я уже все перемешал, мне некрасиво. Мне красиво. Когда будем показать тебя, чтобы у вас что-то красивое тогда в кадре. Кроме еды. И также у нас была такая уличная еда, которая супер вкусна. Сейчас попробуем, где Коке кушает каждый день. Ой, объедение. Другое слово хотел сказать, но потом понял, что я приедительный человек. Пикаччо. Сейчас Коке пошел лобить покемона. А мы тут редкие покемоны. Вы сами проявили. Редкие покемоны. Сейчас. Супер Мари есть еще? Корови. Корови. Кирови там какой-то. Ну и, кстати, я хотел поделить с вами очень смешной случай, что когда мы ходили по ресторанам, Коке мне говорит, вы знаете, у меня есть ощущение, что они думают, что я гид, а мой пара и вы просто путешествует. У меня это было очень смешно, потому что я не ожидал, но интересно, да, что когда нас видели на улице, было больше понятно, что Коке просто наш гид. И, кстати, я в Кове нашел очень красивую одежду и обувь. Если вам интересно, какая одежда и все я купил там, скажите, кстати, у меня в каждом эфире питаются свои японские футболки, показать. Ну, и как мы говорили, что в Кове есть европейский район, соответственно, есть китайский квартал. И, кстати, один из моментов, который очень сильно впечатлил, это, что в 1995 году было большое землетрясение. И рядом с набережной у Кове оставили, как все разрушилось, как памятник. И вот это памятник от землетрясения, конечно, очень сильно впечатляет. И, к сожалению, очень много людей погибли и потеряли свое жилье. Ну, и как я поехал из Киргизии в Японию, мне пришлось подарить нашим друзьям киргизские сувениры. Девочки. Нет? На грибы похожи. На грибы? Не козь. Как тебе грибов не хотелось? Да, только другие грибовщики. Вы сами знаете, да, что это как флаг? Что это за флаг? Киргизия. А. Суго. Все как флаг киргиз. Вау. Это тоже родственная работа? Да. Это один из самых хороших шоколад в Киргизе. Прям, ну, даже коробка красивая. Очень красивая. Сейчас влияет, сниму тоже. Вау. Какая красота. Блин, слушай, у нас даже на работе не так все красиво. Тяни, 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 тяни. Тяни, тяни, тяни. Тяни, тяни. Вау. Как эрмес. Почему нет? По цвету. Да. И тоже вот это, смотри. Киргизский эрмес. В японском саду. Да, такой красивый вид. Интересно, что я просто перестал подарить матрешке, а сейчас подарю Юрте. Да, 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 да. Сейчас это модно, Юрта. Юрта? Юрта матрешка. Юрта. Юрта. Какой он рад? Да, человеком рад. Я очень рад. Просто я не настолько эмоциональный человек, что прям как Наташа. Куки все-таки японец. Да, все-таки японец. Это японская реакция. Но в душе, в глубине очень-очень рада. Очень. Дайский? Дайский. Дайский, дайский. Вот. Наташа сразу видно, что она рада, надевает. Я же сразу надела и пошла. Вот пусть в Кобе знают, как в Узбекистане одеваются. И помните, что я сказал, что я жил все время в Осаке. Это не исключение. Потому что от Кобе очень близко Осака. Примерно так же 30 минут. И на транспорте это супер удобно. Поэтому, если вы находитесь в Осаке, очень много городов доступны. И, кстати, хочу поделиться с вами фотографией, которую мы сделали. И она оказалась очень смешной, благодаря ваших комментариев. когда это мы публиковали, в этих комментариях там, когда начинается визна, а не знаю, что одеть, и выходишь на балкон, чтобы увидеть, как люди одеваются. С одной стороны, видишь, кто там и в жарке, а другой еще в пуховике, другой в курке. И это реально было смешно, потому что мы не ожидали такие реакции, да. У нас был такой разный. Кому-то было гораздо теплее, а другим гораздо холоднее. Кстати, ребята, если вы еще не подписаны на мой Телеграм, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм. Там я еще публикую фотографии и видео о поездке, и немного о своей жизни. Я вас очень жду там. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы больше хотели увидеть о Японии, потому что много материала есть. Также в описании будут все ссылки, канал Коки, и также, как вы знаете, я напишу все места, которые я посещал. Ну и, мои дорогие амигосы, мы с вами увидимся в следующий четверг. Берегите себя и всем добра! Adios, amigos! Пока!